Чуваши Участница номер 1 Вероника Волкова Начальник Центра противопожарной пропаганды и общественных связей Главного управления МЧС России Почуваши Здравствуйте Здравствуйте Вероника, скажите, пожалуйста Профессия МЧС, она очень серьезная И требует много усердия, сил Вот как оставаться всегда такой прекрасной женщиной В такой нелегкой Я наберусь смелости сказать, что это мужская работа В такой мужской работе А вы знаете, девиз нашего министерства Предупреждение, спасение, помощь В своей работе Как раз я и занимаюсь предупреждением, профилактикой А это очень важно Поскольку пожар легче предупредить, чем его тушить Поэтому ведется большая работа с детьми Начиная с детского сада Затем со школьниками И, конечно же, со студентами Я работаю сама в пожарном музее, как нас называют горожане И на базе нашего музея проходит обязательно обучение Все четвертые классы города И все студенты первых курсов Всех техникумов нашей республики Кстати говоря, вот для меня большое открытие То, что вы работаете в музее пожарной безопасности У нас очень много музеев принимают участие в нашей программе И я вас тоже приглашаю Как сотрудника музея тоже принять участие И задавать вопросы нашим телезрителям Если вы не против Нет, не против И буквально один небольшой вопрос еще Вот в службе сотрудника МЧС Очень мало свободного времени С кем вы проводите свободное время и где? Вы знаете, со своим супругом Андреем Мы воспитываем двух дочерей Пелагею и Аглаю Мои дети очень любят чувашские сказки Скорее всего, конечно же, я, наверное, больше их люблю Потому что мы стараемся привить, конечно же, язык чувашский И чтобы дети знали и культуру нашу И поэтому очень часто Правда, не на чувашском, а на русском мы их читаем И вы знаете, дети у меня любят очень сказку Лиса Плесунья А почему? А потому что очень часто мы приходим в литературный музей И на базе этого музея проходят мастер-классы Вот дети у меня любят посещать эти мастер-классы Где проходит обучение Учат детей лепки из глины И вот как раз фигурки от этих мастер-классов у нас дома красуются Спасибо Это Вероника Волкова Сотрудник МЧС А со следующей участницей я знакомлюсь с большим удовольствием Ее зовут Анастасия Игнатьева Она танцует и также является студенткой вуза нашей республики Анастасия, добрый день Добрый день Вы танцуете Да, все верно В свободное время я занимаюсь танцами Посещаю народный коллектив под названием Сувар В нашем репертуаре в основном танцы народов по Волжье Такие как Марийские, Удмуртские, Татарские И самое большое место, конечно же, занимают чувашские танцы Почему они отличаются от других? В чем их особенность? Ну, самая главная особенность, наверное, в том, что это наше родное Спасибо Анастасия А следующая участница также представляет с большим удовольствием Ее зовут Екатерина Арсеньева, студентка одного из вузов нашей столицы Добрый день Здравствуйте, Екатерина Расскажите, пожалуйста, о студенческой бурной жизни Как она проходит? Где успеваете бывать? Вообще, студенческая жизнь, она очень бурная Но даже несмотря на то, что я учусь на заочном отделении Мы посещаем различные музеи, различные конференции Которые также вот с большим удовольствием мои одногруппники тоже посещают Как у вас с зачеткой? Все отлично, долго снять Закрыто, да? Да, все хорошо Здорово, спасибо большое А следующую участницу зовут Анна Гаврилова, IT-специалист Добрый день, Анна Здравствуйте Скажите, пожалуйста, где проводят в свободное время IT-специалисты? В свободное время я занимаюсь спортивным ориентированием на местности То есть мы занимаемся за Волгой, участвуем во всех соревнованиях по Волжи и по России Какие результаты у вас есть в копилке ваших побед? Ну, по-разному Атака занимала призовые места именно в Нижегородской области по Волжье Выиграла чемпионат Чуваши 2014 года по спортивному ориентированию Это командная игра спортивного ориентирования или индивидуальная? Там и индивидуальные категории есть, и командные, и эстафетные По-разному Сейчас разгар летом Как при помощи спортивного ориентирования можно в лесу найти поляну вкусных ягод или спелых орехов? Я думаю, нужно просто двигаться в сторону шума моря, либо речки И около речки обязательно появится какая-нибудь поляна Если двигаться в сторону шума моря, можно дойти до отпуска Спасибо вам большое Спасибо Анна Как сказал слово отпуск, сразу все заулыбались Я хочу вас познакомить с правилами нашей игры, они у нас очень простые Перед вами будет сегодня 5 вопросов На каждый вопрос есть 4 варианта ответа Чтобы ответить на вопрос, вам нужно первый постараться нажать на кнопку И первые два вопроса у нас по одному баллу, если ответите правильно Третий и четвертый вопрос по 2 балла Ну а пятый вопрос, он у нас с изюминкой, за него можно получить 3 балла Побеждает тот, кто наберет больше всех очков И, кстати говоря, есть две подсказки, интересно какие? Да Они называются «Знания и удачи» Я вам желаю удачи А мы переходим к первому вопросу, который появится прямо сейчас на экране И звучит он так Как с русского языка на чувашский переводится «Спасибо» Варианты ответов следующие Ирагун, Укща, Тавдабуч, Варман Анна была первой Спасибо переводится как Тавдабуч, ответ С Тавдабуч, ответ С И это, внимание, правильный ответ Анна зарабатывает 1 балл Давайте поговорим про другие варианты ответа Ирагун, кто знает? Добрый день Добрый день Б Все любят, все знают Деньги Деньги Вариант ответа Д Лес Как раз спортивное ориентирование Варман Переходим к вопросу номер 2, который зададут сотрудники музея имени Василия Ивановича Чапаева Внимание на экран Василий Иванович Чапаев родился в небольшой деревне, неподалеку от города Чебоксара Сейчас на месте этой деревни расположен центр современного города В какой деревне родился Василий Иванович Чапаев? Варианты ответа следующие А. Новоюшка Б. Будайка С. Бурман Косы Д. Чанрова Снова была Анна первой Будайка Будайка, говорит Анна, и зарабатывает 2 балла Аплодисменты И самое время послушать комментарии сотрудников музея Василий Иванович Чапаев родился в деревне Будайка Чебоксарского уезда Казанской губернии Сейчас на месте этой деревни расположена современная улица Гагарина и Чапаева А также остановка общественного транспорта под названием Будайка Будайка все проезжали? Да Знаете, где находится? Я тоже Спасибо, молодцы Давайте приступим к нашему вопросу номер 3, перейдем И звучит он так Как называется эта достопримечательность Чувашии? А. Мокринский мост Б. Мокринский переезд С. Канарская переправа Д. Канарский переезд Вероника Это Мокринский мост Мокринский мост, говорит Вероника И это действительно правильный ответ Вы заработали 2 балла А. Мокринский мост Это правильный ответ Очень популярное место Вот если смотреть на страницах соцсетей Очень много людей бывает в этом месте А у вас есть селфи? А, вы знаете Нет, у меня есть очень интересная история с этим мостом Однажды я познакомилась во время рейда в Чебоксарах С одной женщиной И мы, естественно, ей объясняли О особом противопожарном режиме Который, кстати, введен с 15 апреля Еще ваше запрещено разводить костры В изоложье В том числе И вот она рассказала нам такую историю Я вышла замуж в эту деревню В Канарском районе И вы знаете, говорит Все, когда ехали к нам на свадьбу Говорили, господи, ты вышла в Санта-Барбару И мне всегда казалось, что Я живу в Санта-Барбаре Из-за этого моста И вот когда я вижу этот мост Я вспоминаю всегда эту женщину Давайте перейдем к следующему вопросу Вопрос номер 4 зададут сотрудники Национальной библиотеки Чувашской Республики В которой у нас проходят съемки В Национальной библиотеке Чувашской Республики Гостей и читателей Фойе встречает удивительное панно Старинный обрядовый календарь Чуваши Для исполнения народного художника Чуваши В картине ярко отражается культура Традиции, обычаи и мудрость Чувашского народа Зазовите автора картины Кто автор картины Старинный обрядовый календарь Чуваши? Варианты ответа следующие Владимир Агеев, Проски Вити, Алексей Кокель и Анатолий Рыбкин Вероника Владимир Агеев Владимир Агеев Вы выбираете вариант ответа Внимание на экран У нас загорается зеленой плашечкой Два балла еще в вашей копилке Поздравляем Правильный ответ Агеев Владимир Иванович Народный художник Чуваши Владимир Агеев Это советский Чувашский живописец График Народный художник Чувашской АССР Уроженец села Большие Яльчики А перед тем, как перейти к пятому вопросу Давайте подведем небольшие итоги Пока лидирует у нас Вероника У нее 4 балла У Анны 2 балла Ну а вам, девочки, есть шанс заработать 3 балла за пятый вопрос Следующий вопрос связан с вышитой картой России Это стало актуально в этом году Получила актуальность эта карта И она находится в Чувашском национальном музее Вопрос от сотрудников музея Перед вами фрагмент Чувашии на вышитой карте Российской Федерации Ее окружают 5 регионов Какой из этих регионов вышивал мужчина? Варианты ответа следующие Республика Татарстан Ульяновская область Марийская республика И Нижегородская область Ну, Анна была первой Так, я думаю, что это вариант А Республика Татарстан Здесь уже в ход идет удача Это, к сожалению, неправильный ответ И шанс заработать 3 очка достается следующему участнику А следующий нажала на кнопку Екатерина Я думаю, что это вариант Б, Ульяновская область Вариант Б, Ульяновская область И это правильный ответ Екатерина Слушаем Предлагаю послушать комментарии сотрудников Карту Ульяновской области вышивал Сергей Кольцов Который является сотрудником Ульяновского краеведческого музея Имени Гончарова Ну что, у нас есть в этой программе победитель Это Вероника Волкова Поздравляем вас Это блестящая победа Вы правильно ответили на 2 вопроса по 2 очка Также у Екатерины 3 балла У Анны 2 балла А Анастасия на сегодня украшала наш вечер Давайте поаплодируем, поддерживаем ее тоже Спасибо вам большое за эту интересную игру Надеюсь, что вам понравилось Что-то для себя интересное и полезное узнали Уважаемые телезрители Если у вас есть интересные вопросы для нашей телевикторины Ждем их по электронному адресу Которую вы видите на экране Вы также можете воспользоваться QR-кодом Который также на экране Всего доброго До новых встреч Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова